Подписки сотрудников государственных органов, бумажная волокита, долгие сроки рассмотрения обращений. Все это в скором времени уйдет в прошлое. Сейчас правительство реализовывает новую систему Айтеныш. Когда ее начнут использовать и в чем польза, расскажет Илья Кудряков. Реализация концепции слышащего государства – одно из важных направлений для связи населения и власти. С 1 июня этого года в действие ведут новый административно-процедурно-процессуальный кодекс. Это усилит ответственность государственных служащих перед казахстанцами, ускорит процесс рассмотрения обращений от граждан. С начала мая к системе Е-обращений начали подключать все госорганы Северо-Казахстанской области. В рамках данной работы в области охвачено 438 организаций, подключены 14 отделов ЦОНов, на базе которых открыт единый центр приема обращений граждан на ТИЖ. Конечно, при внедрении новой информационной системы возникают вопросы, которые мы хотим сегодня с вами обсудить. Для разъяснения нововведений в наш регион прибыл вице-министр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ассет Турысов. Сегодня со стороны граждан поступает очень много жалоб на некачественную и медленную работу сотрудников госорганов. Формальные отписки бумажной оболоки – это долгие сроки рассмотрения. Если раньше при судебных делах между населением и государством восьми из десяти случаев судья выбирал вторую сторону, то теперь подход кардинально пересмотрят. Новый АППК, как во международной практике, он больше нацелен на то, что гражданин уже будет выигрывать большинство судебных дел. Если раньше государство, суд именно требовал от гражданина предоставления всех материалов, позиций всех госорганов для того, чтобы заполнить это и подать заявление в суд, гражданину необходимо было бегать по всем инстанциям, чтобы получить официальные письма, то теперь с нового АППК он будет подавать заявление, а суд будет спрашивать государство предоставить все эти позиции и покажи, что ты действительно не мог помочь решить вопрос гражданину. К каждому случаю будет индивидуальный подход. С вводом в действие нового кодекса и системы ответственность сотрудников государственных органов возрастет в разы. Ведь в случае поступления жалоб со стороны населения они рискуют получить административный штраф. Любой ответ, ну соответственно и публичное обсуждение будет таких ответов, это будет пресекаться и будет такой достаточно жесткий разбор полета. Ну и конечно разные случаи, разные ситуации, нет гарантии единого схожего подхода, но тем не менее суды будут придерживаться тому принципу, который я только до этого озвучил. Это презумпции виновности госорганов. Благодаря новой системе ЕТНИШ, в которой будут работать все ведомства, сбор и обработка документов сократится, а это значительно сэкономит время казахстанцев. Илья Кудряков, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей.